Привет, это Ребуар. Ну, сын Дука, наконец-таки вышел видосик, не вот этот вот длинный, да, а какой-то коротенький, называется «Куда пропали с драйверы?». Вообще первый раз слышу про таких, ну, даже вот смотрю на них, что-то мне кажется, я их даже не помню. Но сейчас узнаем, может быть, что-то ей какая-то ностальгия проявится, ну, вряд ли. Ну, прежде чем начать смотреть, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на Бусти, ссылки в описании, там очень много всякого интересного, буду вас ждать, ну и поехали смотреть. А давайте смотреть смешные видео в интернете. Опа. Печалька. В 2009 году компания Вимбельда А, Рыжева Апа, я знаю. Выкатила на российский рынок у... А, вот, теперь я вспомнил этого с драйвера, окей. Утромодную и сверхмолодежную замену рыжему Апу, сразу пятерых маскотов под брендом с драйвером. Ну, я их прям очень плохо помню, но вот на эту какую-то надпись помню. Который на протяжении всех 2010-х выпускал йогурты, творожки и прочие сладости и пытался взвывать дай... Типа полезные сладости, да? ...своей целевой аудитории. В основном довольно неумело и в определенном отрыве от того, чем на самом деле жили тогдашние дети. В... Я, чем они жили? Так и ходал? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, 2007. Кручай! Пусть бегут, не плюжи пешеваты по лыжам, а вода по асфальту река. Господи, а можно нормальный рэп, пожалуйста? Читай, это позор всего рук рэпа, если честно. А, согласен полностью. Сдрайвер говно. Вот так выглядит самая активная группа ВВК, посвященная Сдрайвер. Серьезно? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блять. А когда последний пост был? Сдрайверы говно. Производить продукты специально для юных подростков задача сложная. Юных подростков? Есть не юные подростки? Это люди, которые уже слишком взрослые для коктейлей от Агуши, но еще слишком маленькие для коктейлей из КБ. Сдрайверы! А, давайте нахуяримся! Не, ну ржав был прикольный, блин, по крайней мере, его я хорошо помню. Всего он банально вызывал слишком сильные ассоциации с вредной едой и... Голодно. Там что-то вредное было. ...нужного отклика у родителей. А решение о покупке вкусняшек для своего спиногрыза, как ни крути, принимают именно они. Ну это ябно. Как что, реклама... Ну если, конечно, они им деньги просто так не дают, и говорят, иди ты. Сдрайверов выходила сразу... Ну и вряд ли они будут с драйвером. ...в двух форматах. Мультяшные приколы для детворы и ролики для мамочек с Татьяной Лазаревой. Продавающиеся до производителя с типа неудобными вопросами. Брекин-бэд. Химичьте, наверное, чтоб детям понравилось. Не, все натурально. Мда? Для папы... ...поддельной рекламы не было. А вам нафига, блин, все решают мамы. Тестики, они слишком часто уходят из семьи. За хлебом. Хорошо, что не за драйверами. В общем, на целые 10 лет место на нижних полках молочных отделов было плотно зарезервировано под новый маркс... Ну да, я уже вспомнил эксперимент, который долго не мог нафиг... Фига себе эксперимент десятилетний. ...своё позиционирование... ...и в итоге просто по-тихому исчез. Серьезно, как часто... По-тихому. Спустя 10 лет. ...вы задумывались, блин, куда же пропались драйверы до того момента, как наткнулись на этот ролик. Сейчас мы приближаемся к той отметке в истории, когда потихоньку начинается массовая ностальгия по 2010-м. Рэйдж Фейс... И 2007-м. ...си Эдвайсы, рэп-баттлы и свэк... Вот рэп-баттлы, я что-то соскучился, я честно. Хотя до сих пор выходит там один. ...и наушники Beats by Dr. Dre и ножи-кредитки. И, возможно, кто-то пустит скупую слезу и... Я, по-моему, даже ни разу не пробовал. ...с драйверам, которым в процессе их жизнедеятельности на самом деле очень не хватало любви. Вернёмся к уютной страничке для юных единомышленников, где боль ощущается в каждом... ГАВНО! ...букве. Мы против драйвера, правило. Первое, пихать с драйвера. Второе, за разговоры о том, что с драйвера типа полезные, забаним так, что мало не покажется. Офигенно, конечно, блин, правило. Кто-то писал, отлично понимал, что с экранов телевизора ему пытаются втюхать, как... Какой-то... Гудотичь. И тем, задавние смотрятся неимоверные марксиновые потуги с драйверов убедить всех, что их продукция на самом деле офигеть какая зложная. А на самом деле нет, я просто не шарюю, я типа не проводил, у них эти, какого, химические эксперименты. Абсолютно натуральный продукт, который нравится детям. Серьёзно. Открытие экскурсии на фабрику, промоушен в школах, на городских праздниках и даже в цирке. Доктор, ради бога, с ней с ним в цирк. Может быть, в этом и... Нас драйверов посмотрим. Была ошибка вливать миллионные бюджеты в рассказы о здоровом питании, рассыпающейся при первом взгляде на... Сахар, сахар. Только сахар почему-то выделил, крахмал тоже не особо, типа, если его много... В состав с двойной дозой сахара. С драйверы, а давайте впадать в диабетическую кулу! Принять новинку было... Сложно не только детям. Например, в комментариях к профилю... Вам будет в теме с драйверами. С ним нельзя было найти почти ничего, кроме критики. Плевались и от названия, и от дизайна, и от персонажей. Складывается ощущение, что с драйвера не нравились вообще никому. Блядь, какие-то они депрессивные, да? Это же как-то жалко их, что ли? Носорог выглядит, как случайно зачесавшийся 30-летний строитель в компании 18-летних подростков. 3D-Raver, это как, сколь... 3D-Raver, кстати, да? Так человеку травы надо. Единственный удавшийся персонаж – бабочка, справа внизу. Мне очень приятна! Правда не хотели бы этого, да? Давайте морком огнем. из драйвера представлены как дворовая тусовка страдающая от безделья дворовая тусовка в детстве на дископлощадке кенгуру газ и зебра назвали не иначе как масик чечек скуф альтушка и краля скучающую шпану способна расшевелить только поставка свежего йогурта или творожка до в начале 2010-х пока еще никого не смущала толпа школьников которая ищет клад под окнами хера там она заливается помимо рекламы на тв персонажи развлекали детвору и в интернете у них был как свой сайт так и гениально сделал в некогда популярные детские соцсети твиде со всякими конкурсами для творчества уроками танцев и мини-играми предлагалось напоить буча в общем стандартный и безопасно чтобы занять чем-то ребенка в интернете но не подростка явно нужно отдать автором должное потому что сейчас то это зума мало кто занимается вполне возможно это было одним из последних мест в сети бейн рота и детских контент фермс бейн рот и персонажами из цифрового цирка но насколько эти развлекухи помогали продавать продукцию вопрос открытый драйверы все время дышали в спину растишки вожделены что я когда-нибудь его не ну растишка это уже бренд бренд нафиг с него никто не перепрыгнуть нагнать и перегнать ярче всего это заметно в уморительном корпоративном фильме от вимбельдан снятом как будто бы тайными агентами из данон начальные титры сообщают что ролик был получен в ходе работы службы безопасности и в нем она но ним и руководитель компании но он презентует секретный отчет о новом продукте конкурентов вызывающим настоящую панику псевдоданона гениальные разработки под кодовым названием с драйверы которая должна перевернуть рынок детского как это гениально просто нет на я вот с чего начались вот эти проследования до загадки пытаемся восстановить историю разработки и выхода на рынок а давай ты будешь говорить своим голосом они тебе будут перед детского бренда с драйверы задумка веселая но фильм довольно странненький в нем чувствуется некое отчаяние особенно когда мне не чувствуется бюджет бэдэшный мерчендайзер буквально умаляет владельца супермаркета закупить продукцию с драйверов и разместить ее на одной полке с растишкой ты предлагаешь нераскрученный товар много денег принесет почему такой чтобы я его поставил рядом с растишкой еще таким этом какого крупным планом да не вообще не заметить уже конкуренты в одной продуктовой категории будет место мы туда и поставим да и речь от топ-менеджера вимбельдана смотрится немного дискредитирующий потому что чел плохо говорит по-русски и его слова республично сложно разобрать приготовить уникальный продукт для российских продукт идеальный для дети понимаю я тоже не понял и фейковые съемки скрытой камерой в школе что добавляет ролику определенную долю криповых вайбов какая германика режиссер первые годы своего существования активно заявляли о том что они вам не агуша хоть и варятся на одном и том же заводе интересно что мы не нашли ни одного магазина где с драйвера стояли бы рядом с агушей даже в этом фильме сейчас пойду искать а блин час не продают когда в кадре появляется фирменный холодильник агуши парень из вбд заверяет ни в коем случае не размещать драйвер рядом с этой продукцией потому что они близки детей а мы для подростков иначе я козы и все агуши превратятся в гремлинов или типа того мы исследуем предпочтение потребителей и составляем на их основе планограммы прикол в том какие планограммы ты барь продуктовом магазине уже в 2013 году с драйвера все же приняли свое родство с пресловутой агуши и даже стали был бы странно если бы не приняли кузырять с тем фактом в рекламе в попытках зацепить мамочек хотя бы таким способом малышка по привычке дает не тут по-моему они пытаются у нас где-то пайда лицемеров уши понимает что мне не что мне не нравится до этого вимбельдан оказался поглощен корпорации пепси-ко которая вероятно уж пепси-ко лоблин как дисней все скупали на позволяла просто взять и усыпить прихрамывающих драйверов как-то ранее было сделано с рыжим апом после стольких вливаний в раскрутку их было скорее всего просто жалко выкидывать на отборке истории но она выкинули через несколько лет а потом горбу выехать снова не получилось в 2015 искусственное поддержание жизни с драйверов было доверено еще одному классическому бренду вимбельдана йогуртом чудо в качестве их спин-оффа была запущена линейка чудо-детки в фиолетовом дизайне как выглядит прикольно бы мимикрирующим подмилку только стать есть такое зеброй а у ели там вообще на упаковках чудо в конце 90-х недолгое время красовался никто иной как неопознанный зверек с логотипами здесь честно и помню такую очередь собственной персоной почему я даже не помню что логотип у них такое было отказались и от него и от рыжего апа но при этом на протяжении десяти лет как могли вытягивали изначально это реально непонятно если типа в на самом начале она не поперла зачем вы пытались его как-то раскрутить ну типа окея денег дофига влили но вы еще больше денег вливаете и больше еще потеряете может почему другое придумать надо было странно как это решено овальных персонажей с драйвера обычно он есть например кимкин компании даже сняли фильм и они понимают что ничего не соберет они его нахуй выкидывают просто чтобы так минимизировать убытки и вернуть себе налоги для меня загадка я против этого новая реклама с чудо-детками впервые представила заклятого врага с драйверов и речь не о растишке это был персонаж по имени печалька который портил всем жизнь прятал печалька это наоборот хорошо но не то что хорошо но есть игрушки блокировал youtube разумеется избавиться от печальки помогали только фирменные молочные правда выпила печалька сдохла но теперь нас нет даже такой замены youtube и чем теперь заняться в 2008 бухать мысли в 3d графики вы блек и не убогие заодно поселили еще и на бутылках с акваминерале тогда везде со всеми коллабы делают а пропал носорог первый кто пал смертью х потому что слишком старт для них видимо его нельзя было назвать не деткой не чудом а давайте ёбнем носорога подержу какого хода переехали с веб-сайта в отдельное приложение с навороченной расширенной реальностью главных роликах все чаще начали фигурировать человеческие дети в амплуа видеоблогеров потому что сами с драйвера с этой ролью не то чтобы справлялись хреново из них блогера с ним надо было брать тогда уж не это как у нее не просто их а этих как не называют вид удачу не сносом как будто сосок они вообще ни с какой ролью не справлялись если уж говорить на частоту весь свой жизненный цикл они пытались оспорить написанные в заголовке группы хейтеров но ее юные создатели в 2009 да вот прям это они создатели увидели эту группу хейтеров человек нет мы докажем вам то что мы офигенная продукция и будем продавать году как в воду глядел устами младенца глаголит истина все пришло к тому что с драйвера в конце концов исчезли даже с упаковок чудо деток уступив место сначала популярным детским блогерам что кто такие вообще не сработало что круче вкус лайка или вкус каникул потом мини-маусу что опять не сработало вообще ничего не работает все наградить себя вкусным питьевым йогуртом с клубникой и малиной а для него это прямо это как это новый вкусный коктейль молочко что любят сейчас чудо деток уже нет вообще ни в каком виде а поздравер наверно даже никто не ностальгирует диет я блицай про их вообще забыл растишка победил хотя от того самого зеленого динозаврика на упаковках вы сегодня тоже не увидите но и не видел это уже на упаковках отдельная история лакомство с молочной начинкой и молочное лакомство в глазури надо решить какое вкуснее с глазурь конечно пусть я лишь предлагаю узнать правду больше от выбирать спасибо за просмотр было бы здорово если вы подписались на мой телеграм-ка вот таким образом с драйвера вошли в заснецом садницу о блять пусть вылазит а ролик как обычно классно получился у сэндука спасибо большое только почему выбрал именно эту тему немного непонятно как бы абсолютно непопулярная штука я про нее забыл вспомнил только по даже не по не по маскотам блять по названию потому что такое видел по-моему даже не пробовал ни разу любом случае интересненько было послушать здесь вам понравилась реакция если это так то лайк подписка комментарии не забывайте нажимать бубенчики в интересующей ссылочке в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока